Ой, ребят, сейчас такое расскажу вообще, вы просто офигеете. Мы сейчас пришли опять вот сюда в пиццефабрику перед моим занятием по коррекции осанки, фитнес-коррекции осанки, да. Ну, я вам сейчас всё расскажу, знаете, но вначале давайте немножко о наших новостях в городе. Значит, у нас отменили на морднике, всё, да, как-то очень неожиданно, честно говоря, потому что совсем недавно ещё был пост, что такое занято? Пичачу. А, иди сюда. Совсем недавно у нас ещё был пост, что в серии анимации там койки забиты, мест нет, всё, кошмар, и тут разбас, и на морднике отменили. Ну, что сказать, ну, конечно, я как бы рада, но в принципе, а это как бы все и предсказывали, да, все блогеры говорили о том, что к лету всё отменят, вот, ну, это и произошло. Как бы особо эйфории я не испытываю, поздравлять вас тоже как бы не буду, потому что, в принципе, поздравлять не с чем, да. И сказать, в принципе, мне больше-то и нечего. Ну, как бы можно было что-нибудь сказать, но просто я как-то не хочу оскорбить ничьи чувства, да, как говорится. Но всё равно меня смотрит много людей, как бы сказать, верующих, в кавычках, да, вот, поэтому не хочется затронуть ничьи чувства, поэтому, поэтому проехали, скажем так. Ну, что ещё, что ещё? Я немножко так уже вся, понимаете, настроилась на отдых, вот, на свои танцы, на свои пляски, вот. Как бы Питер скоро, да, поездка в Питер у меня грядёт, вот. С погодой не повезло что-то как-то, видимо, скорее всего. Муж мне каждый день это рассказывает, какая там будет плохая погода, когда мы поедем. Ну, и пофигу, главное путешествие, главное я поеду, расслаблюсь. Мне продолжают звонить дети сумасшедшие, вот. Тут последний раз, ну, не последний раз, это было пару дней назад, я там на одного наорала конкретно, вот. Сегодня опять двое звонили, вот, тоже. Ну, что хочу сказать, в общем, сейчас будет такая история, вот, вообще, это всё как бы связано. История бомбическая. Короче, ребят, слушайте, слушайте. В общем, займки, давным-давно, где-то полгода назад, я сняла для вас юмористическое видео о том, как меня достал один мой подписчик-хейтер Андрюша, Андрюша. Ссылочка сейчас появится, я вам покажу это видео. Да, был у меня такой подписчик, он и сейчас есть, скажем так, долго он со мной был, долго. Вначале писал мне нормальные такие комментарии, ну, из Пскова, да. Он там тоже какие-то свои продвигает, эти ютубовские проекты, там, блоги какие-то, ещё что-то. Периодически он мне накручивал лайки и комментарии. Ну, я благодарила, скажем так, но мне не особо это было нужно, вот, эти все накрученные лайки, вот. Ну, как-то вот так это всё. Как он это делал, меня как-то не особо волновало, ну, что-то там у него какие-то тоже, он игры играет, ну, я не поняла вообще, в чём суть-то. Потом Андрей стал писать мне комментарии не совсем, скажем так, позитивные. Комментарии были примерно такого содержания, что ты не умеешь, нет, не ты, а он всегда другим писал комментарии. Она не умеет вести блог, она снимает какую-то фигню, она никогда не наберёт подписчиков, вот. Ну, такая всякая юридистика, критика канала, как бы через, ну, не прямую критика меня, но критика моего канала, что как бы вот у меня такой канал, типа, ну, я у него спрашивала, говорю, слушай, ну, как бы, что за фигня, что-то вначале нормально, нормально, потом бац, какие-то вещами странные пишешь, да, я в личку у него писала, ему в инстаграм спрашивала. Ну, в общем, короче, я ничего-то не поняла, что с ним происходит, вот. Вот, а потом, в принципе, он сказал, что я от тебя отписываюсь, я тебя смотреть больше не буду. Да, он не стал меня смотреть со своего канала, писать комментарии, но начал присылать мне комментарии с других каналов, вот. Даже, может, я его заблокировала, тот канал, но я уже не помню. Комментарии были, примерно, ну, такие же, как и раньше, то есть, как бы сказать, узнавался стиль человека. Это же всё просто, когда тебе человек пишет в определённом стиле, да, это всё, ну, потом тебе шлёт с других аккаунтов, да, это понятно, что это тот же самый человек, да. Я писала ему, говорю, Андрюшенька, успокойся, успокойся, ну, хватит уже, как бы, в принципе. Но он продолжал, заиньки мои. Он бросал мне страйки, да. Он мне писал комментарии, типа того, что ты тут вот публикуешь какие-то данные, вот, например, с этими, со школьниками, да, помните? Ты там публикуешь какие-то данные. Ага, спасибо. А кофе попозже, да? Да, ещё ещё. Ага. Ты публикуешь какие-то там данные этих школьников, типа это всё статья, там он мне писал комментарии тоже. Ну, короче, разжигал в моих комментариях такую, как сказать, агрессию против меня. Я всё это блокировала. Ну, и, в принципе, вы знаете, что я вам уже рассказывала историю про то, как я попала в какие-то списки нациков, да, оттуда и с той стороны, да, что мне начали писать всякие там боты. Сейчас ссылочка на это же видео тоже появится у вас. Вот, и как бы, как сказать, я сразу подумала, что я не просто туда попала по каким-то искомым фразам, да, а меня туда, скорее всего, кто-то пихнул, вот. Ну, и как бы так, думаю, кто-кто-кто, и как-то так всё равно в башке-то пролетело. А вдруг это Андрюшенко наш, да, дорогой наш, любимый хейтер, решил вот таким образом, да. И тут мне в ВКонтакте к одной из моих вот записей про цыганский танец, про цыган, про вот это вот всё, то, что мне звонили, приходят комментарии, ну, не мне лично, он обычно каким-то другим комментатором пишет, да, что, ну, какого-то такого содержания, ну, короче, я сразу поняла, что это Андрей, вот, вот, сразу поняла. И там комментарий был написан от лица группы, вот. И, короче, ну, как бы мы там это всё посмотрели, что, что за группа, что да как, и, короче говоря, следы все свелись к этому Андрею, вот. Ну, как бы мы с мужем это обсудили, я говорю, ну, говорю, ты знаешь, мне кажется, что вот это именно он, да я не кажется, мне абсолютно уверена, что это он. Раз он мне в прошлые разы накручивал лайки, комментарии накручивал, ну, скорее всего, вот эти все боты, нацики, да, ну, вот, скорее всего, тоже его рук дело. Короче, потом выяснился такой момент, что, оказывается, мама этого Андрея, ну, а Андрею, наверное, либо то ли 30, то ли за 30, да, в общем, мама этого Андрея каким-то образом поддерживает связь с моей свекровью, вот. И, как бы сказать, ну, мы у свекрови-то спросили, да, что да как, что за семья, что за там это. Попросили свекровью не звонить, но она все-таки позвонила маме. Ага, спасибо, спасибо. Она позвонила маме, вот, Андрей почему-то был рядом, ну, скорее всего, он живет, как бы, с мамой или с родителями, я не знаю там, что там, подробности, вот. Андрей пошел в отказ, что я ничего ей не писал, ничего не писал, вот. И потом вообще сказал, что она меня оскорбила, не знаю, как я его оскорбила, может быть, этим видео я его оскорбила, где я говорю о том, что Андрюшенко отстанет моего блога, как бы ты там можешь втихомолочку надрючевый, да, себе там, да. Я не против, ребятки, если я вам нравлюсь, я вам так, делайте, что хотите под мои видео, вот. Ну, как бы, в принципе-то, не надо мне ничего писать, вот. И какие-то там комментарии агрессивные оставлять, страйки мне бросать. И что вы думаете? После этого звонка свекрови, как бы, его маме, звучит, конечно, это все весело, в эту же ночь мне опять начали писать боты, опять боты, ну, и, как бы, я уже понимаю, что дело рук Андрея. Ну, господи, я не знаю, ребята, вот и рассказываю, ну, детский сад. Вот, мне даже стрёмно рассказывать это все, потому что, ну, детский сад какой-то. Я уже в прошлом видео, в принципе, говорила этому Андрею, что, Андрей, я все понимаю, что мы все люди разные, да, мы все не без какого-то, ну, что ли, расстройства, не без какой-то шизы, да. Я прекрасно понимаю, что, скорее всего, и у тебя не все благополучно, да, то есть, ну, это не критика, это не оскорбление, ну, это, вот, и это, как сказать, это замечание такое, то есть, я это вижу. То есть, если тебе тридцатник, да, и ты, вот, занимаешься такой фигнёй, как меня хейтишь, подписываешь на меня на каких-то там нациков, да, я не знаю, как ещё по-другому это назвать, но, говорю, скорее всего, какие-то есть социопатические наклонности, да, я не знаю, как это называется, расстройство аутистического вида, да, ну, не аутизм, а вот именно такое какое-то нелёгкое расстройство. Я, это не оскорбление, Андрей, это просто, как бы, ну, я говорю, это у многих людей, да, и я сама невротичка, да, как бы, ну, я тебе хочу сказать, слушай, заканчивая, заканчивая, ну, нам что, маме твоей позвонить, реально, я мужу говорю, вчера, говорю, ну, слушай, ну, я и написал вот этому одному из ботов, говорю, ну, позвонит завтра муж твоей маме, да, что, ну, бред, ребят, бред, да, вот, с другой стороны, Андрей, ты знаешь, я, конечно, не знаю, что там у тебя и как, но, знаешь, вызывает подозрения некоторые тот факт, что у тебя столько много ботов из, ну, оттуда, что ты такой, за, что у тебя там за такие, ну, связи, что вот эти нацики так быстро подключились и стали задолбливать мой аккаунт. Там же еще на мой блог ВКонтакте, непосредственно ВКонтакте подписалось разом, вот тогда 100 человек, 100 человек ботов, понимаете, и начали мне писать оттуда, понимаете. Потом я этих всех удаляла, этих накрученных ботов, это все сделал Андрей, потому что, ну, кто еще, кто еще, никто не будет этим заниматься, да, я же понимаю. Я так понимаю, что у человека какая-то ненависть к женщинам, видимо, и вот он в качестве такого вот козла отпущения просто выбрал меня, да, мой блог, вот, или, может быть, он, как говорится, от любви до ненависти один шаг, да, может быть, он меня просто очень сильно любит, да, и таким образом выражает свою любовь, да, для агрессии, да. Вот видите, как у нас, ребятки, весело жить в Апскове, и весело быть в Апскове блогером, да, у нас же таких тут, я даже не знаю, блин, у нас есть еще кто-нибудь, вот, ну, есть блогер, вот, вот канал, да, «Псковская жизнь», да, мне писали, ну, вот есть, чтобы вот как я, чтобы вот как я, чтобы все показывала, ну, постоянно видео выкладывала, да, чуть ли не каждый день, мне кажется, я такая одна, ну, такая вот простая, естественная, да, и вот постоянно со мной что-то происходит, постоянно, знаете, я как будто притягиваю, я притягиваю всяких психов, маньяков, всяких таких вот людей, да, непонятно, жесть, жесть, ребятки, я вам это все рассказываю, вы смотрите, слушаете, вам интереснее жить. Вот что вы об этом, вы обо всем думаете, зайки, ну, что Андрюша от меня хочет, а? Андрей, что ты от меня хочешь, а? Ну, а все писала мне, я твоего мужа знаю, он мне там чем-то помог, оказывается, он что, он не только мужу, он, оказывается, он через семью, через его, понимаете, вот, ой, жестяк, ребят, жестяк, свекровь тоже непонятно, там тоже с кем контакты налаживает, господи, боже мой, ну, реально, непонятно с кем, в целом, что я хочу сказать, если, ребятки, вы занимаетесь тоже такой же фигнёй, то есть у вас есть какой-то такой человек в сети, да, не в жизни, а именно в интернете, которого вы не любите, и вы постоянно его мониторите, пишите ему какие-то двусмысленные комментарии, может, даже негативные, ребятки, это повод задуматься, повод задуматься, что с вами происходит, потому что вообще этот человек, он вообще-то не имеет отношения никакого, понимаете, суть, какая-то вот проблема, она в вас сидит, в вас, займитесь лучше решением своих проблем, блин, вот я вообще реально никого не мониторю, никого не мониторю, да мне и времени нет мониторить кого-то, ребят, вот, правда, если вы тоже занимаетесь такой фигнёй, что вот кого-то, кто-то у вас реально такой вот, как триггер, что ли, да, вызывает у вас сильные эмоции, вам, походу, надо просто с собой разобраться, что у вас там в душе происходит? Решила подойти, посмотреть, что там с ребёнком, ага, смотрите, я, а где тут камера, она тут? А, да, вот тут, вот, видите, я там стою, она там сидит, играет, прикольно, да? А, да, точно, вон, класс, да? Хорошая функция. Блин, знаете, чё стрёмно? Каждый раз, когда я тут сюда прихожу, не оставляю чаевые, хотя вроде бы, наверное, надо было бы, но я, как бы, сейчас хожу, я тут трачу совсем мало, то есть вот сегодня именно 340 рублей, ну, блин, экономлю, экономлю, денег-то лишних нет, вот, надеюсь, не будут обижаться, но я понимаю, что, как бы, у них тоже, наверное, всё от чаевых зависит, но, ребят, денег лишних, извините, нет, просто есть денег, чтобы прийти, вот так вот кофе взять и ребёнку что-то, да? Даже сегодня заказали картошку фри, кетчуп с собой взяла из дома. Вот так, ребят, да, а вы думали, как? Ой, мне не стыдно об этом сказать, знаете, вот есть у многих комплексы, что там надо показать, что ты там так прямо при деньгах, ну, блин, нет, нет, совершенно не так всё. Хожу, да, часто стараюсь ходить, водить ребёнка, но, как бы, стараюсь экономить, да, как по-другому, как по-другому. Ну, тут у меня бабушка, с бабушкой тут был у меня конфликт небольшой, она мне всё время предъявляет претензии, что я в телефоне сижу, а я ей говорю, говорю, слушай, я в телефоне дела делаю, я монтирую, я фотки там для своих занятий рекламные делаю, посты пишу, это же всё всё равно относится к рекламе, то есть это работает в комплексе, да, в ВК, Рам, Ютуб, вот, если ты не будешь это всё вместе делать, это не будет работать, всё равно любая сеть, даже то, что я Ютуб-канал веду, это тоже может оказывать определённую, как, ну, рекламную функцию, она этого не понимает, вот. Я ей говорю, ну, ты же знаешь, говорю, сейчас, как бы, у всех с деньгами сложно, а она такая говорит, типа, а что, если у тебя денег, ну, мало, ты что тогда в Питер едешь отдыхать, типа, на несколько дней с ребёнком? Я так на неё смотрю и тут понимаю просто, что она меня вообще реально не слышит, ну, то есть для неё главная вот фишка, что почему же я трачу тогда деньги, а что с ними ещё делать? Да, их стало меньше, как у всех, я не говорю, что прямо это с голода помираем, нет, не помираем с голода, но денег стало сравнительно меньше. Да, даже так лучше сказать, да, что, как бы, у нас у всех в один момент мы, как бы, немножко обеднели все, да, ну, и немножко, да, вот. Ну, так что, тебе не жить, что ли? Тебе не тратить на себя деньги? Я вообще пришла к выводу, что вот из-за этих всех, ну, ситуаций, да, происходящих нужно тратить, нужно заработал, нужно потратить, потратить на себя удовольствие, как бы сказать, получить, да, от этого, а не так, как, да, вот это поколение. Я тоже такой раньше была, ну, когда раньше? Ещё год назад, что надо откложить, отложить на чёрный день, там, вдруг завтра жрать будет нечего, муж умрёт, всё будет плохо, ой-ой-ой. Не, сейчас у меня поменялось вообще отношение. Всё, всё, завтрашнего дня нет, есть только сегодня, и сегодня мы будем радоваться жизни и будем тратить на себя, будем получать удовольствие, ну, в меру своих возможностей, да. Так что, заиньки, всё вот так вот, да, и я вас тоже призываю, заиньки, тратьте на себя денежку, получайте удовольствие от жизни, ни в чём себе не отказывайте, ну, в пределах ваших возможностей, да, естественно. Да, не надо постоянно думать о том, что завтра будет жрать нечего. Если будете постоянно так думать, и действительно завтра жрать будет нечего. И никогда, как бы сказать, не наступят ясные дни. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok